друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях изменениях новостного фона и конечно же о том как все это влияет на динамику финансовых инструментов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки друзья мы продолжаем пристально следить за тем что происходит на рынке драгоценных металлов и на золото я думаю что золото и поведение этого актива в последние дни и уж точно на этой неделе является отдельной темой для разговоров поэтому сегодня в рамках компания маркет на нашем канале на ютюбе будет запущен и стартует скажем новый проект по свободному общению на самые хайповые и интересные темы сегодня будем обсуждать золото с нашими партнерами дмитрием чугой и глебом задое ролик появится уже ближе опять же концу сегодняшнего дня думаю что если кому-то из вас будет интересно точно можно будет найти время и с ним познакомиться ну а далее уже по самому контенту будем получать запросы собирать их от вас какая тема лично вам будет интересно мы с большим удовольствием разберем ну что ж чтобы далеко не отходить от золота в моменте что у нас сейчас я думаю вы все сами прекрасно видите золото продолжает восстанавливать позиции 1951 доллар за тройскую унцию я думаю что пройдет совсем немного времени и золото снова окажется выше 2000 долларов поэтому еще во время опять же того обвала который был в начале недели я воспризывал друзья быть сейчас опять же более проактивными если вас раньше заботила тема того что и волновало вы не смогли войти в этот рынок по более привлекательным и дешевым ценам считайте что возможность у вас есть по золоту много уже было сказано с моей стороны сегодня еще раз партнерами обсудим то что происходит но в целом по фундаменту я думаю вы все прекрасно знаете основные движущие силы это сохраняющаяся неопределенность в целом в мировой экономике напряженность в отношениях а китая и собственно сша и риски роста инфляции этот фон никуда не девается индекс американской валюты здесь мои друзья снижаемся в принципе за последний день существенных изменений в динамике не произошло но просто доллар стал дешевле риск чуть подскочил это в принципе все в соответствии с нашими ожиданиями американская валюта снижается поскольку очевидный тупик в переговорах по фискальным стимулам и здесь очень интересная ситуация сейчас доллар находится под давлением этой темы поскольку растет неопределенность и неизвестность того что будет с американской экономикой некоторое время назад мы все-таки пришли к выводу что доллар на текущем этапе явно не справляется со статусом защитного инструмента и в принципе оказался в категории валютного риска это не совсем правильная формулировка но я думаю что те кто следил за тем как развивался новостной фон вы со мной согласитесь особенно если делать акцент на прошлую динамику доллара сейчас американская валюта снижается из-за тупика в переговорах потому что растет неопределенность и неизвестность того что будет с экономикой дальше ведь все после того как был приостановлен процесс и истек для срок действия программы повышенных пособий по безработице разумеется все обозначили проблему а как же дальше что будет с потребительской активности и со вкладом этого важнейшего компании компонента экономики в показатели ввп все будет плохо конечно же если конгресс они одумаются и не примет новый пакет фискальных стимулов хотя бы на 1 триллион долларов пока мы работаем с резервным вариантом как бы с решением через указы трампа в обход конгресса согласовать временное временную выплату повышенных пособий но думаю что решение от конгресса будет чуть позже если мы в целом объективно друзья посмотрим на рынок сейчас сможем увидеть по большинству финансовых инструментов довольно конкретно читающийся диапазон хода то есть коридор в котором они зажат это характерные для индекса американской валюты и для евро и для фунта там вот две недели опять же мы топчемся в диапазоне 100 а пунктов это как раз все свидетельствует о том что рынок ждет прорыва вот в плане решения по фискальным стимулам и когда это решение будет вот тогда волатильности снова даст о себе знать почему я отметил что интересная ситуация по доллару потому что вот факт обсуждения пакетов фискальных стимулов и последующее принятие все это будет иметь только одно влияние на доллар это провокация распродаж потому что когда пакет фискальных стимулов будет принято снова мы заговорим о рисках инфляции которые неизбежно должны приводить дополнительные вливания в экономику денежной ликвидности 1 триллион долларов или даже больше это конечно же колоссальная сумма мы видим уже индекс потребительских цен растет последние данные указали на то что общий показатель инфляции выросла на целых шестьдесятых процента и базовое значение тоже думаю друзья дальше будет только хуже поэтому по золоту уже неоднократно было отмечено что нужно ставить на ралли этого инструмента из инфляционных рисков такие же риски будут бить по позициям доллара евро вверх 1 1817 сейчас а котировки 1 20 цели сохраняются если устали ждать друзья ну принимайте решение а стоит ли фиксироваться сейчас потому что за последнее время мы также очень неплохо выросли но я думаю что тех кто рискнет может получить конечно же больше профит потому что думаю что 1 19 1 20 точно еще будут там сегодня в 11 00 темпы экономического роста по еврозоне не уверен то что статистика повлияет на динамику евро в целом все будет зависит опять же от доллара но проанализировать ее будет не лишним и по фунту то же самое 130 64 вчера мы были локально выше уровня 131 снова откатились но цели 132 пока что остаются прежними bitcoin приближается снова к сопротивлению 12000 я думаю что мы его сделаем возможно даже уже сегодня американский фондовый рынок растет снп 3373 пункта очень интересное интервью ворона баффета датируется в принципе днем ранее касательно того что будет с фондовым рынком дальше простой вопросом мы задали также простой ответ фондовый рынок будет расти потому что рынок заряжен получить сейчас дополнительные деньги и он их получит и к тому же трамп скорее всего перед выборами попробует подогреть интерес к собственной персоне повысить собственные политические очки заявлением о том что сша нашли вакцину от корона вируса и это станет еще одним триггером для роста фондового рынка поясни пи друзья 3400 3500 пунктов я думаю что мы сделаем рынок нефти без изменений топчемся на уровне 45 помимо фундаментального позитива в виде данных по запасам есть и негатив это прогнозы международного энергетического агентства по снижению спроса на нефть в этом году на 81 миллиона за день до этого в среду вышел доклад опек который также пересмотрели прогноз спроса на нефть здесь уже правда цифра по серьезнее минус 91 миллиона я думаю что это вполне ожидаемо учитывая влияние пандемии на принципе общее потребление углеводородов в целом пока что настроение нейтральный я не принимал никаких новых торговых решений но может быть пересмотрю спортивность на следующей неделе и вам расскажу на этом все друзья всем пока